Колонны российской военной техники прибывают в Беларусь по железной дороге в конце января. На учение, как тогда, заверялось. Но 24 февраля российская армия вторглась в Украину, в том числе, с территории Беларуси. Вскоре после начала войны начали поступать и сообщения о случаях кибератак и диверсий на БелЖД. Украинская сторона также обратила на них внимание. Кстати, в самой Беларуси есть уже удачные примеры рельсовой войны. Так что, братья белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас всегда получалось лучше всего, партизанскую рельсовую войну. И в самой Беларуси подчеркивают только на путях переброски российских войск. Замедлить продвижение и снабжение российской армии – такую цель преследуют рельсовые партизаны в Беларуси. Их основной мишенью стали устройства сигнализации, централизации и блокировки СЦБ. Без них движение на участке дороги фактически парализуется, так как диспетчеры пропускают составы в ручном режиме по телефонным указаниям. И едут они на скорости в 15-20 км в час. Замедлять движение поездов удавалось и хакерам. Киберпартизаны Беларуси несколько раз смогли атаковать сети БелЖД. Все это принесло определенные результаты. Российская техника, российские военные эшелоны перестали ездить через всю территорию Беларуси. Они въезжают на территорию Беларуси в Гомельской области через Добруш. А до этого передвигаются по территории России. Ущерб, точную цифру, конечно же, никто не может посчитать. Но сам факт того, что задержка в работе железной дороги была от 12 часов до суток, когда устранялись эти неисправности. Ну и при том оборудование, которое было поубреждено, стоимость его каждого ящика от 20 до 30 тысяч долларов. Ну и плюс то, что комплектующих, чтобы заменить наполнение этих ящиков, ограниченное количество. Диверсии на железной дороге привели к тому, что по ночам на некоторых перегонах и станциях Беларуси стали дежурить патрули из белорусских военных. Сообщается как минимум об одном случае открытия огня патрулем по рельсовым партизанам. К поиску людей, причастных к диверсиям, подключился КГБ. На сегодняшний день, к сожалению, задержанных уже не 40, а в районе 100 человек. То есть задерживаются, скажем так, абсолютно случайные люди. Но эти люди, которые имеют непосредственное отношение к движению на железной дороге и люди, которые имеют отношение к информации для служебного пользования, для секретной и совершенно секретной информации. Задержание проводят сотрудники КГБ, задерживают людей как дома, так и на работе. И случай, когда машиниста прямо с локомотива сняли и вывели его в наручниках. И предъявляют статьи 358, это шпионаж 356, измены государству, 289, акт терроризма. Ну, некоторым вменяют распространение экстремистских материалов. Это административная статья 19.11. МВД квалифицирует повреждения инфраструктуры ЖД как акты терроризма. Оппозиция подчеркивает, что методы рельсовых партизан не представляют опасности для жизни людей. Таким образом, так сказать, вырубается автоматика. Те передвижные составы локомотива, которые находятся на данном участке, туда поступает сигнал. И машинист осуществляет экстренное торможение. В случае, если он это не сделал, автоматика сама это сделает. Таким образом, так, чтобы кто-то из людей пострадал, это исключено. Телеграм-канал сообщества железнодорожников Беларуси, который рассказывает о диверсиях, в марте был признан экстремистским. Здесь писали, что после диверсий военные грузы из России начали прятать под видом обычных, с документацией на трубы и стекло. Также военные вагоны цепляют в обычные грузовые поезда. На канале пишут, что несмотря на волну задержаний в Беларуси, информация о передвижении воинских эшелонов России продолжает поступать. Субтитры создавал DimaTorzok